После оплаты ваших друзей, знакомых, подлодников фитнеса, вы имеете очень хорошие бонусы для того, чтобы минимально потратиться на наш курс. Еще у нас там, как всегда, самое интересное написано, как в банковских документах, тут маленьким шрифтом, приятный бонус, я даже не буду его сейчас озвучивать. Но, если вы покупали продукты точного фитнеса и были на Хардкоре, обязательно, пожалуйста, используйте свой электронный адрес, через который вы покупали эти продукты или регистрировались на предыдущие курсы, курсы Попелина и Хардкор. При использовании этого электронного адреса вас ждет кое-что очень-очень приятное. Я даже не буду вам говорить, что какая там скидка, просто сходите и я надеюсь, что мы с Сашей сделали для вас максимально выгодное предложение. Но, если вы еще приведете с собой других людей, это будет предложение еще выгоднее. Мне важно, чтобы со мной оставались люди, которые уже оценили эффективность курса, и мне важно сохранять вокруг себя команду друзей, ну и вот эту огромную-огромную семью, которая растет от марафона к марафону, и это сделано для этого. Вот, на этом давайте, наверное, пробежимся по вопросам. Андрей, давай включим чат, да, сейчас посмотрим. Да, ребят, вопрос, да, почему так дорого? Я сравнивал, да, сейчас я вам говорил, сколько стоят услуги. Давайте просто подумаем, да, сколько стоит тренировка с тренером сейчас? Даже онлайн тренировка с тренером, если это хороший тренер, это полторы тысячи рублей. Вы будете тренироваться пять дней в неделю на протяжении восьми недель. Это сорок тренировок, даже если они у вас будут по пятьсот рублей, если бы вы платили тренера. Сколько стоит консультация у психолога онлайн, которая всегда была онлайн? Меньше пяти тысяч она не стоит. У вас будет четыре вебинара, где вы сможете общаться с психологом, задавать ему свои вопросы и получить на ответы. Сколько стоят онлайн курсы по медитации? Сколько стоит, скажите мне, пожалуйста, визит к врачу, чтобы хотя бы у вас посмотрели анализы, да? Или сколько стоит найти врача, который занимался спортом, который не скажет вам, давайте-ка, вот вы не делаете ничего, вообще не занимайтесь, и так вы будете здоровее. Нет, у нас врач не такой. Это не значит, конечно, что он будет вам ставить диагнозы на расстоянии, но какие-то насущные проблемы он поможет вам решить, начиная, может быть, с снижения тревожности по поводу коронавируса, и если что-то где-то у вас пошло во время тренировок не так, что с домашними тренировками весьма-весьма трудно. У нас очень отлично проходили курсы с силовыми тренировками, с поддержкой врача, психолога, вот, я думаю, что здесь у нас даже будет немножко попроще. Эффективность будет высокая, потому что интенсивность будет высокая, вот, но самое ценное не это, ребят, понимаете, если вы, вы можете в любой другой марафон вписаться, да, может быть, чуть за меньшие деньги, не забывайте, что, как правило, эти марафоны и длительностью короче, гораздо, вот, результата у вас не будет, разве что вы какую-то сольете воду и, не дай бог, получите травму. Я не говорю, что все марафоны плохие, да, но хорошие марафоны стоят дорого, да, и хорошие марафоны у, там, у основных ребят, которым я доверяю, ну, например, да, сейчас, мне совсем не стыдно, там, прорекламировать, там, моего товарища Олега Зенгелевского, у которого есть свой курс трансформации физикл, который идет больше четырех недель, я не знаю, переформатировался он под домашние тренировки или нет, его курс дороже нашего. Поэтому, если вы думаете, что это дорого, то, поверьте мне, самый главный отзыв людей, которые были на моем марафоне, они говорят, чтобы они заплатили еще больше, потому что вы попадете в семью, семью, которая окружит вас не только знаниями, не только практикой, но она вас окружит поддержкой, вас окружит заботой, а это уже не стоит, как я говорил, никаких денег. Да. Про противопоказания, ребят, вопрос часто есть, какие болезни, у вас сейчас есть время зафиксировать свою цену, да, допустим, самый крайний случай, то есть вы зафиксируете и оплатите в воскресенье. До воскресенья, то есть завтра, пятница, суббота, воскресенье, у вас есть возможность, и я настоятельно рекомендую, позвонить своему лечащему врачу. Если вы знаете, что у вас есть серьезные заболевания, я не знаю, травма сустава какого-то, да, или там, сахарный диабет, или повышенное артериальное давление, или еще 100 тысяч заболеваний, которые у вас есть давно, и, соответственно, вы его контролируете, я искренне вам рекомендую первым шагом при записи на любой марафон, наш Саша или любую другую физическую активность, сначала сходить к врачу, если вам врач скажет, что позвонить врачу, да, по скайпу позвонить, если вам врач скажет, куда ты, дорогой, у тебя нет передней крестообразной связки, тебе нельзя делать упражнения, никакие, да, или там, у тебя сколиоз третьей степени, мы не ставим диагнозы, даже, никакой врач не поставит вам диагноз после того, как вы купите курс, а потом скажете, вы знаете, у меня там ключица оторвалась, а я вот купил ваш курс. Не нужно делать этот шаг, да, если вы спокойно переносили физическую нагрузку до этого, тренировались дома или тренировались в зале умеренно, welcome, добро пожаловать, мы решим с врачебной поддержкой любой вопрос, который будет, ну, что-то вы потянули, не очень хорошо себя чувствуете после тренировки, да, или там, вот такие вопросы мы решаем. Вопросы серьезной патологии, хронических заболеваний, вопроса опорно-двигательного аппарата, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Я не обещаю вам чудо, исцеление, что после нашего курса вы встанете и пойдете по воде после этого, да, и начнете приседать со штангой и весом 100 килограмм. Этого не случится. Тем, кто находится в форме физической такой, который врач говорит, окей, домашние тренировки тебе, я, честно говоря, сомневаюсь, что есть вообще врачи, которые скажут что-то против домашней тренировки. Потому что, ну, дома повредиться, это надо, я не знаю, это только бёрпи надо делать бесконтрольно человеку, который не мог его делать, да, или там пытаться сесть на шпага с одного прыжка. Ну, это для людей, кто не очень дружит с головой. Вот, в любом, как профилактика опорно-двигательного аппарата, сердце, сердечно-сосудистых заболеваний, домашние тренировки вам порекомендует любой врач. Поэтому, если у вас есть сомнения, да, если есть, вам раньше врач говорил, что, ну, тебе лучше избежать этой нагрузки, напишите ему, позвоните ему, вот, и если он скажет, ок, тогда вы приходите к нам. Андрей, что у нас еще, частый вопрос? Окей, да, мне говорят, что самое большинство важных вопросов, не большинство вопросов, а сейчас касается как раз ребят, которые покупали продукцию точного фитнеса и марафона хардкор. Скидка у вас отображается, Андрей, она отображается у нас в личном кабинете, когда вы переходите по кнопке, верно? Да. При создании заказа, извините, да, когда вы перейдете по кнопке, создать заказ, вы заходите обязательно с тем электронным адресом, с которым вы регистрировали любой продукт точного фитнеса или хардкор, и при создании заказа у вас отображается скидка. Вот, окей, на все остальные вопросы, ребят, я смогу ответить завтра в прямом эфире, не забывайте, я его проведу, наверное, в 10 часов начну. Андрей. Да, частый вопрос, как заморозить стоимость, да, вот, чтобы сейчас ваша цена осталась самая меньшая. Нужно перейти по кнопке, по ссылке, да, вот, которую вы сейчас видите, и зарегистрироваться, войти через свой электронный адрес, который были, если вы с нами впервые, то зарегистрироваться, и сделать заказ. Сделать заказ не означает его оплатить, да, то есть вы можете сделать заказ, он у вас будет висеть, и он даст возможность вам оплатить курс, ну, вот, в течение, там, завтрашнего, после завтрашнего дня. А, да, о, отличный вопрос, да, поскольку мы не тестировали даже самые-самые большие тренировки, сколько времени нужно будет уделять тренировкам? У нас будет очень постепенный рост нагрузки тренировочной. Первая тренировка, по моим подсчетам, когда я ее делал, она у меня заняла минут 15, ну, это я еще там ходил, по сторонам смотрел. Из чего она состоит? У нас каждый тренировочный день содержит в себе 10 упражнений, и эти 10 упражнений выполняются парными сетами. Ну, образно говоря, вы приседаете со своим весом, или с гантелями, или с резинками, делаете количество повторений, которые мы оговорим, ну, от 5 до 30. После этого начинаете делать упражнение на другую мышечную группу. Допустим, отжимания. От стены, может быть, с коленей, ну, вы выберете свой уровень активности. И выполняете следующее упражнение. Вот. И только выполнив парный сет, выполнив пару упражнений, вы отдыхаете 30 секунд. То есть, добиваетесь того самого метаболического стресса, о котором я говорю. Далее вы переходите к следующей паре упражнений. То есть, это будет третье, четвертое упражнение. После них отдыхаете 30 секунд. 30 повторений, даже если вы пойдете на максимум, 30 повторений, ну, одно повторение в секунду. То есть, да, первые тренировки будут занимать у вас 10-15 минут. Далее у нас будут увеличиваться количество сетов. У нас количество парных сетов. Если на первой тренировке вы делаете один круг, один парный сет, то на следующей неделе вы будете делать два круга парных сетов. Да, то есть, поприседали, поотжимались, отдыхнули 30 минут, поприседали, отжимались, поотжимались. Переходите к следующей паре упражнений. И таким образом, я думаю, что наиболее интенсивная неделя, она у нас будет шестая и седьмая недели, когда мы выйдем на максимальные обороты, мы будем с вами тратить на тренировку, наверное, 45-50 минут. Вот это будет максимум. Подходит ли для новичков? Ребят, сейчас самая выгодная возможность новичкам приобщиться к фитнесу. Ничего более простого и более оптимального в таких условиях нет. Понимаете, если бы вы пошли сейчас в зал, мы бы вас стали нагружать приседаниями, становой тягой, техникой выполнения жимов тяжелых. Вот здесь есть вопрос. То есть, вот здесь я бы рекомендовал идти только тем, кто имеет, как мы на прошлом хардкоре рекомендовали, тем, кто имеет три месяца опыта тренировок в зале. Но подготовить свое тело сейчас, подготовить суставы, укрепить кости, которые укрепляются, физические нагрузки, научиться питанию, научиться тренировкам. Это лучшее, что сейчас можно придумать. Ну, то есть, если бы я там тренировал кого-то сейчас в зале, тренировал близких людей, я бы начинал именно с таких тренировок. То есть, те условия, в которые нас поставила жизнь, они сейчас выглядят плюсом для начала тренировок, для начала своего знакомства с фитнесом. То есть, воспользуйтесь этим моментом. Это очень важно сейчас. Да, давайте теперь расскажу, что вас будет ждать после того, как вы нажмете кнопочку «Оплатить», после того, как вы сделаете оплату, куда вы денетесь. Вы будете приглашены 19-го числа на мой вводный вебинар, где я подробно расскажу о том, как мы тренируемся и как мы рассчитываем дефицит калорийности, что мы делаем с питанием, на какие продукты мы обращаем внимание, сколько раз мы едим, как мы едим, как мы тренируемся, как мы настраиваем сон. И более подробно, то есть, вот то, что я рассказывал сегодня, но только более углублено и касательно именно нашей тренировки, именно нашего курса в пределах 8 недель. То есть, как мы будем прогрессировать, что нас ждет, на какой неделе, что нас ждет. Помните, я вам сказал, что на 6-7 неделе у нас будет интенсивная самая, а у нас же 8 недель, сюрприз, да, я расскажу, что будет на 8 неделе. 19-го числа я провожу вебинар, уже для людей, которые оплатили, там уже не будет никого постороннего, только те, кто пришел в команду, кто пришел в семью. Вот, хардкор. После этого вам открывается доступ к чатам. То есть, вам на почту и в Телеграм-канал придет ссылка на подключение к чату Болталки. На подключение к чату Важно. Это будет отдельный чат в Инстаграме, в Телеграме, в котором будет вся важная информация, все важные объявления, чтобы вы не забыли их, не пропустили в чате Болталка. Вот, там, все новости будут там. Все, что от меня, от Саши или от инструктора, вы найдете там. И далее там мы расскажем вам о графике тренировок. Мы познакомим вас с тренировочной программой. Вы попадете в хранилище, в папку, в которой будет вся полезная информация от разминки до растяжки, рекомендации по питанию. Там будут собраны важные посты, которые спрашивали в предыдущих марафонах все время. Эту информацию там, что такое мышечная боль, нужно ли чувствовать мышцу, как разминаться, как относиться к продуктам болочным, мясным, как если вы веган, то где вам найти белок. Вот эта вся информация будет. FAQ по тренировке. Если вам тяжело тренироваться с 5 килограммами гантелями, или вы с 2 килограммами гантелями не смогли сделать 5 повторений, или что сделать, если вы с самым тяжелым весом смогли делать 30 повторений и уйти за них. Вот там эти вопросы будут прописаны. Все эти файлы будут находиться там. Видео по медитациям, которые курс начнет психолог в конце первой недели. Все это будет там, полезная информация будет там. И после этого мы начинаем жить жизнью в чате. Мы все коммуницируем в чате. Вы общаетесь с инструкторами, вы общаетесь между собой, знакомитесь. Я очень-очень жду, что вы будете активны. Ну, как правило, всегда активна какая-то часть. Может быть, там, десятая часть. Вам где еще будет возможность поболтать с единомышленными? Приходите, рассказывайте, кто вы, с какими целями. Вот, и все. И далее у нас будет объявление о том, что на первой неделе нам нужно будет сделать фотографии до тех людей, как их сделать. Мы все расскажем для тех людей, кто будет участвовать в борьбе за призы. И потом в конце марафона мы расскажем, как сделать фотографии после. Мы их соберем. Возьмем, наверное, недельку на то, чтобы получить ваши фотографии, потому что кто-то смог, не смог, успел, не успел провести два этапа голосования, выявить победителя и наградить его на девятой неделе. И порадоваться вашим успехом, гордиться вашими изменениями и ждать вас, надеюсь, на следующем марафоне и уже в зале. Вот, но я думаю, что на следующий марафон мы оставим и программу тренировок для дома, и программу тренировок для зала, потому что я уверен, что это будет востребовано в любом случае. Ага, Андрей, есть ли еще какие-то важные вопросы? Угу, да. Окей, ребят, самое важное, о чем я хотел сейчас сказать, и судя по вопросу, чат уже отключен, но они там преобладали эти вопросы, и по активности в деткурсе, по промокодам мы видим, что это сейчас происходит уже все. Самое важное, если вы хотите заморозить свою цену, которая у вас есть сейчас, вам важно зарегистрироваться сейчас и сделать заказ. Вы сможете тогда оплатить, хотите сейчас, да, потому что у меня было много писем. Дмитрий, у меня есть деньги, куда их перечислять? Вот, если нужно время какое-то, чтобы собрать эти деньги до выходных, то мы с вами сможем, то вы сможете, мы сможем вас подождать. Но для этого нужно сделать заказ. Вот это, наверное, самое важное сейчас. Наверное, все. В целом все. Ребят, кто-то передал мне, что я прелесть. Я знаю, что прелесть вы, потому что я верю, что все, кто пойдет на наш курс, мы станем друзьями с вами, станем с вами ближе. Вот, я очень-очень счастлив, что вы были на этом марафоне. Я надеюсь, что я помог своими знаниями. Я надеюсь, еще больше помочь вам с Сашей, когда вы придете к нам на тренировочный курс. Да. Вопрос про ГВ. Кто знает, что такое ГВ? Грудное вскармливание. Конечно, можно. При грудном вскармливании у нас, кстати, молодые мамы, это огромная часть моей аудитории. Поэтому я знаю, что такое ГВ, КД и все остальное. На грудном вскармливании, да, тренироваться можно и нужно. Мы просто в ваших условиях немножко пересчитаем калорийность, потому что вашему малышу нужны калории. У меня были об этом посты, значит, я их добавлю дополнительно в нашу базу данных. И не можно, нужно, конечно, приходите. Андрей? Вопрос о том, 15 минут тренировка нормальная для тех, кто перешел из зала. У меня этот вопрос, уже ответ на него прописан в частых вопросах, которые вы увидите. Вы сможете тренировку, поверьте, она очень быстро пойдет, прогрессия тренировочная у нас на следующей неделе. На второй вам уже совсем, не по-моему, не покажется мало. И тренировки в зале отличаются от тренировок дома, потому что тренировка 15 минут в зале означало, что вы делали подход, отдыхали после него 3 минуты, да, и делали второй подход, и делали третий подход, и все. То есть у вас заканчивалось 10-15 минут. Вы делали за тренировку 8 упражнений, дай бог, да, эти упражнения длились у вас час-час двадцать. В среднем так и выходит, если вы работаете с большими весами. Если без перерыва вы будете с перерывом в 30 секунд постоянно находиться под нагрузкой, это очень тяжело. Это другой вид нагрузки, я об этом говорил, поэтому попробуйте. Те, кто попробовал уже, я уже некоторым людям тестовую бета-версию программы рассылал, они отзывались нецензурными словами в сторону ее эффективности. Это означает, что она сработала. А, что, разница, да, кстати, частый вопрос. Вы знаете, что за 990 рублей вы можете купить тренировки точного фитнеса, домашние тренировки, да? В чем их преимущество? Ну, действительно, да, там крутые тренировки. Мы с Сашей тоже когда-то год назад вложились даже больше полутора лет в разработку, в запись этой программы. Там вы следуете за видеотренировками по времени, там есть таймер, и вы выполняете 4 дня тренировок. Во-первых, тренировки на хардкоре, они отличаются, это другие тренировки. То есть, там нет, насколько я помню, там даже нет практически повторяющихся упражнений. Ну, точно немного, хотя принципы, там базовые упражнения в основном, изолирующих очень-очень мало. Главное, что вы, конечно, можете купить тренировку, и если вам комфортно, вы дома можете заниматься по телевизорам спокойно. Но мы вам продаем здесь не тренировку, мы продаем вам возможность позаботиться о своем ментальном здоровье. Мы поделимся с вами огромным количеством знаний о питании, о здоровом питании. Мы поделимся с вами огромным количеством знаний по психологии, и мы обеспечим вам поддержку. Я не знаю, то есть, ну, можно купить программу тренировок домой, если вы высокоорганизованный человек, вы можете 8 недель продолжать 4 дня тренироваться. Но по моему опыту и опыту моих клиентов, огромного количества подписчиков, это в условиях особенно психологического стресса, мотивация – это огромная проблема. И проще ее поддерживать, во-первых, вооружившись знанием, а во-вторых, поддержкой таких же сотен людей, которые будут сталкиваться с теми же самыми проблемами и поднимать просто того, кто упал, и тащить за собой, в хорошем смысле слова. Поэтому отличия есть. Во-первых, хардкор – это прогрессивная нагрузка, и мы будем расти в своих весах, в своем прогрессе. И по хардкору есть возможность, это марафон, выиграть призы. На видеотренировках вы не останетесь с айфоном из-за беговой дорожки. И мы нацелены на результат. Там мы даем просто активность, а здесь мы хотим видеть от вас результат. Да, ребят, обычная проблема сейчас техническая наблюдается, когда большое количество людей либо заходит на сервер, либо пытается оплатить, либо приходит на вебинар. Сейчас пошло огромное количество заказов. Я, пожалуйста, у вас окно не в один час оплаты, у вас окно в целые сутки, даже больше немножко по оплате. Если у вас сейчас не получилось зарегистрироваться из-за наплыва, перезагрузите компьютер, попробуйте чуть-чуть позже. У некоторых людей сейчас не работают кнопки, хотя многие нам пишут сейчас, что все, получилось, отправили друзьям промокод. Если вдруг сейчас технически не получается, то давайте с нисхождением отнесемся к тому, что технически... В чате, я смотрю, пишут, что очень многие уже оплатили. Поэтому останьтесь с этими знаниями, подумайте, посидите и простите техническую службу. Если у них что-то не получается, я думаю, что все получится. Если не сейчас, то через несколько минут, либо завтра. Андрей, есть у нас что-то критически важное? Окей, ребят, тогда я завершаю вебинар. Напоминанием, что завтра я пойду в прямой эфир. Приходите, задайте вопросы, которые возникнут у вас в возможности. Сейчас после вебинара, в течение ночи, переспите, проснете, скажите, о, забыл Диму спросить и не ответили на вебинаре. Запись этого вебинара мы сейчас попытаемся сконвертировать. Мы ее дублируем на нескольких компьютерах. Надеюсь, что нам удастся. И по всему списку приглашенных на вебинар мы ее разошлем. Я надеюсь, что она будет вам полезна. У нас, да, оплата из других стран у нас работает. У нас работает PayPal, у нас работает Cloud Payments, Apple Pay. У нас все работает, вот, поэтому все хорошо. Мы с Сашей всегда придерживались позиции, что у нас бизнес законный, все зарегистрировано и наши онлайн-кассы настроены на максимальное получение денег с максимального количества географического. Ну, то есть у нас в прошлом Hardcore, я вам сейчас скажу, кто был в прошлом Hardcore. У нас в прошлом Hardcore был Китай, была Австралия, была Германия, Испания, Франция, кстати, там за победные места. У нас были девочки из, я немножко проклинаю, сделана у нас была чудесная участница Женя, которая выиграла приз, который мы не можем до сих пор по почте отправить из Колумбии. Да, у нас были девочки из США, из Канады, поэтому мы эти все оплаты проходили, и все работает. Так что не переживайте, если вы живете не в России, интернет позволяет вам тренироваться вместе с нами, где бы вы не были. И есть. Да, мы заканчиваем сейчас, последние вопросы смотрим. Ну, тогда вот вам красивая девушка. Вот она вас тоже хочет, наверное, поблагодарить. Красивая и, самое главное, спортивная девушка. Посмотрите, бицепс покажу. У-у-у-у, сила. Да. Выпускайся. Тебя не видят, только... Или ты грудь хотела показать? Да. Там грудь. Я вижу огромное количество отметок в сторе, что вам понравился вебинар. Я этому очень рада. Спасибо, Диме, что он его провел. Да, спасибо. А вам спасибо, что вы пришли, что вы выделили в этот день 2 часа на то, чтобы побыть с нами. Да. Все, ребят, мы завершаем. Сейчас технически будем нажимать кнопки завершения. Я вас благодарю. Вы выдержали больше 2 часов с нами, значит, и 8 недель выдержите. Все, пока-пока, завтра встречаемся на прямом эфире и начинаем дружить большой фитнес-семьей. Все, пока. Андрей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok